Столпотворение Вавилонское и рассеяние людей Но прежде чем разойтись, потомки Хама, увлекая за собою и других, задумали построить город и в нем башню наподобие столпа высотою до небес, чтобы прославиться и не быть в подчинении у потомков Сима и Иофета, как о том предсказал Ной. Они наделали кирпичей и принялись за работу. Эта гордая затея людей была неугодна Богу. Чтобы зло окончательно не погубило их, Господь смешал язык строителей так, что они начали говорить на разных языках и перестали понимать друг друга. Тогда люди были вынуждены бросить начатую постройку и разойтись по земле в разные стороны. Потомки Иофета ушли на запад и расселились по Европе. Потомки Сима остались в Азии. Потомки Хама ушли в Африку, но часть их также осталась в Азии. Недостроенный город прозван Вавилоном, что значит смешение. Вся же страна, где был этот город, стала называться землею Вавилонскую, а также Халдейскую. Расселившиеся по земле люди постепенно стали забывать свое родство и стали образовываться отдельные, самостоятельные народы или нации со своими обычаями и языком. Господь видел, что люди больше научаются друг от друга злым делам, чем добрым. И потому произвел смешение языков и разделил людей на отдельные народы и дал каждому народу отдельную задачу и цель в жизни.